Так, потому что тут есть пример того, как можно наблюдать за файловой системой. Ну, понятно, чтобы сделать перезагрузку кода, сначала нужно сделать наблюдение за файловой системой. Ну, в общем, вы понимаете, что в ноде есть возможность работы с файлами, во-первых, через хендлы, ну, просто открывать через open файл, имея хендл, и потом предоставляем этот хендл тем функциям, которые читают, пишут, и они точно так же, как все, там, с ними работают. Значит, второй способ — это целиком файл прочитать прямо в буфер, там, readfile. Все тоже такое видели. Есть еще файловые потоки, тоже видели. И сейчас они сделали практически всех этих функций варианты синхронные, асинхронные и промисовые. Три варианта. Почти каждая функция имеет три. Там некоторые, ну, вот, файл watch, он не может же быть синхронным. Он, как бы, с callback всегда. Значит, одна из этих функций из API файловой системы, вот, как мы ее подгружаем, requirefs, это функция watch. Вот мы ее сейчас запустим и будем менять шестой файл. Причем этот watch, он умеет работать как с каталогами, так и с файлами. То есть, если мы что-то меняем в каталоге, потом имя файла приходит к нам вот сюда, вот в это место. Или в event, сейчас мы посмотрим, я не помню подробно, так это API. Для этого нам нужно шестой пример запустить, но кроме этого нам нужно еще сплитнуть экран. Так, и тут тоже найти files и шестой начать менять. Вот если мы тут напишем какой-то коммент, сохраним, видите, приходит сообщение. Причем приходит два сообщения. про change файла. Это все правильно, потому что, ну, так работает мой текстовый редактор. Он сначала файл создает под другим названием, потом переименовывает. То есть, от него летят повторные события. Если вы будете файл через write-файл из другого процесса писать, повторных событий таких не будет приходить. Это исключительно моего текстового редактора особенности. Так, давайте седьмой сейчас запустим. Что он там делает? Седьмой это автор лод. Как раз то, что интересует. Но это автор лод какой? Сейчас. Это автор лод, который будет просто на экран выводить буфер. Да. Не запуская его. Ну, сейчас. А в очередь он что? Давайте все-таки посмотрим тут пошире. Значит, что у него есть? У него есть функция лод, которая умеет просто целиком читать файл и показать. Есть функция watch, которая умеет установить просмотрщик. И все. Вот это мы наблюдаем за файлом. За каким файлом? За первым. И с правой стороны мы этот первый файл будем править. Сейчас. Появляется. Появляется. Ну, вот так. Видите, я когда сохраняю, то он сразу же эти изменения слева не отображает. То есть мы так полностью наблюдаем за файлом. Стопаем все это дело. И теперь идем в репозиторий файл-систем-вотч. Так. Файл-систем-вотч. И в этом примере у нас... Да, это тот же пример. А этот пример наблюдения за папкой. Да, потому что если у нас есть Live Relo, то нам бы хотелось, наверное, наблюдать сразу за целым каталогом исходников. Так, давайте его тоже разберем. Тут у нас есть функция дисплей, которая просто выводит последних 10 записей в списке изменений на экран. И функция лс, которая умеет брать каталог и передавать вот этой функции дисплей. И функция watch, которая как раз навешивает этот watcher. И в конце мы все это инициализируем и запускаем. Давайте. А какую папку мы смотрим? Прямо свою же, да? Хорошо. Мы ее тогда тут тоже найдем. Файл-систем-вотч. Вот это папка. А, нет, даже не тут, но я ее должен найти. Ладно. Второй пример. Оп. Запустили. Теперь. Файл-систем-вотч. Ну, допустим, создаем тут новый файл. Оп. Видите, несколько событий при этом произошло. О. Вот мы такой лог пишем. И полный список файлов в этом каталоге. Так. Вот я сейчас поправлю файл один. Эти логи пишутся. Все вроде... Ну, и тут, кстати, можно понимать, что же делает мой текстовый редактор. Как только я делаю какие-то изменения, он создает файл с рельсой в имени. Вот удалил. Но оно почему-то удаление как ренейм понимает. Ну, в любом случае, это особенности нодовского файл-систем-апи. Он понимает только чейндж и ренейм. У него вообще других ивентов не бывает. Поэтому после каждого чейнджа и ренейма нужно перечитывать каталог с файлами просто. Ну и кроме того, иногда еще случаются двойные события, иногда еще тройные события. Ну, не на линуксах, а на других операционках. Иногда оно дублируется. Ну, для этого нужно, наверное, сделать такое-то, как я в пятницу показывал, ограничение по количеству вызовов функции в определенное время. троттл-функции или дебоунс, оно еще и на этом называется. В общем, чтобы, допустим, наша функция, которая считывает каталог и выводит на экран, запускалась не чаще, чем одна секунда. Нужно сделать для этого обертку, где будет проверяться время, и передать, ну, как бы обернуть нашу функцию и передать колбэк на события, навесить уже вот эту вот обернутую функцию. Так, теперь мы запустим еще третий пример. О, а он у нас открывает сервер. Только мы сейчас посмотрим, что же это за сервер такой. На 8000 порту он открывается, он считывает каталог, формирует кэш, делает тут вот такой хэшмап под названием кэш. Функция кэшфайл умеет считывать и в кэш записывать этот файл. Если файл удален, то есть вот error, он не может быть считан, то тогда он удаляется из кэша, потом у нас есть функция кэшфолдер, которая все файлы запихивает в кэш, и в отч навешивает этот обработчик, собственно, наш, а create-сервер берет из кэша и отдает в браузер. Вот мы, собственно, сейчас запустили 127.0.1, 8000 там, да? О, файл not found. Ну, какие у нас там были файлы? О, такой есть. А если такого, которого нету, ну, давайте, там, не знаю. О, такой файл not found. Такс. Ну, там мониторит эти файлы и выводит список запрошенных, да, это список запрошенных. Ну, делает он это из кэша, как бы, как продемонстрировать, что именно из кэша он это делает. Непонятно, потому что он за этим кэшом еще и наблюдает. Ну, в общем, вы по, собственно, тексту этого экзампла точно можете понять, что это из кэша происходит. Сейчас посмотрим. Третий сервер. О, и он, собственно, исходник показывает. Вот такой. Показывает, как перезагрузить сам JSON-код. А, вот, он сервует это из памяти. А у меня следующий есть пример для этого. Так, давай, наверное, что сделаем. Вот мы, не перезапуская программу, вот у нас с левого терминала программа у нас. Поменяем тут. И поменяем тут что-нибудь, будем такое отдавать. Вот это, не, это не будем закомментировать. А мы сюда вместо дейты из кэша будем отдавать какой-нибудь новый кэш. Вот так. И поймем, что он сюда это делал. О, видите, перезагрузил. Но это опять, это код, который не исполняется, а код, который просто кладется в кэш и отдается в браузер. А теперь мы бы хотели сделать так, чтобы у нас серверный, серверный код. То есть этот код, в принципе, может забираться на клиента и там вставляться в скрипт соус. И вот такой пример тоже есть. Сейчас. Он у нас находится в репозитории VibroLot. И тут у нас есть, видите, сервер и есть три модуля. Ну, в них просто экспортируются по несколько функций, вот так вот. Видите, они просто пустые для того, чтобы понять, что что-то экспортируется и импортируется сюда. Значит, что у нас тут? Мы тоже устанавливаем устанавливаем watch на папочку lib, где у нас эти модули лежат. Ну, сначала кэшируем их опять-таки. Сейчас посмотрим функцию кэш-фолдер. Да, он просто читает все файлы в каталоге. И дальше у нас есть функция кэш-файл, которая умеет что сделать? Require. Ну, во-первых, она сначала вот этот код удаляет из менеджера пакетов, точнее, ну вот как, из загруженных пакетов. Потому что у Require есть функция Resolve, которая нам из имени файла дает, по какому он ключу лежит в кэше Require. Вот так. То есть мы его можем из кэша Require удалить, потому что если просто так будем Require второй раз, он из кэша возьмет, он ничего перечитывать не будет. Поэтому я не знаю, это документированная или недокументированная особенность. Да, я ее, по-моему, не видел. В доках я не помню. Ну, в любом случае, в этом примере вы можете найти, как это делается. Единственное, что, ну, мне кажется, что с переходом на вот этот новый джаваскриптовый импорт и экспорт директивы это как-то будет делаться по-другому. Потому что Require-то там уже не будет. Ну, я думаю, что в моде Require проживет еще прилично времени. Ну, конечно, они от него никуда не денутся. Кроме того, если от него отказаться, если оставить импорт и экспорт, тогда будет непонятно, а как же очищать кэш? Ну, то есть вот как же... Не такая задача, что каждый второй делает, честно говоря. Ну, а если это вообще заберут... Могут и забрать. Ну, тогда мы будем использовать вместо Require-а CreateScript и V8, правильно? То есть все равно выйдем из положения. Это я вам чуть позже покажу, как делать CreateScript и CreateContext, то есть запускать в песочницах код, откомпилированный вот из строки просто. Ну, это аналог эвола, только безопасный. Так, ну, в любом случае, Resolve там делает то же самое. Он там внутри, в смысле, не Resolve, а Require делает то же самое. Он считывает JavaScript-овый файл, сверху к нему добавляет одну строчку, там, где написано function с аргументами. В эти аргументы он пихает module exports и всякие глобальные штуки. Типа... Кого он туда отдает? А, Require туда же попадает. Потому что Require это же не в глобальном контексте. Сеттайм-ауты, да? Нет, сеттайм-ауты, по-моему, в глобальном контексте. Ну, то есть, смотрите, у нас есть часть идентификаторов, которые мы в JavaScript-е можем использовать где угодно. Часть из них мы берем из глобального контекста, а часть из них мы берем из вот этой вот функции, которая оборачивает все подгруженные через Require файлы. То есть, Require мы пишем имя файла, оно считывает этот файл, добавляет функцию и в аргументы туда идентификаторы добавляет. Вот, в частности, Require и Module туда попадают таким образом. Два подчеркивания дир? Да, 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 точно. Два подчеркивания файла. То есть, они не в глобале. Их было бы неправильно пихать в глобал, потому что, ну, с другого файла же что-то их тоже читают, а они там должны другие быть. Ну, и в конце оно добавляет еще одну строчку, типа закрылась функция. Ну, и вот эти идентификаторы попадают к нам в исходник из вот такой вот оберточки, а совершенно не из магических каких-то мест, что типа вот как-то они там сами собой или глобальных. Они не глобальные. Так, значит, кроме того, у Require есть вот этот Resolve и Cache. У него вообще, на самом деле, у Require куча еще всяких других есть методов. Мы их даже, наверное, сейчас можем... Console.Gear. Object.Kiss. Require. Не, он что-то за Require. Не, у самого Require основа. Вот, скажи, да. Так. Ай. Resolve, Main, Extensions и Cache. Давайте теперь их повыводим. Ну, в ноте есть куча всего, что нужно исследовать. Так. Слушайте, а мы можем вообще вот так вот вывести? Там может быть много. Да, тут... Так. Смотрим. Require это функция, которая примешана методами. Resolve это тоже функция, у которой есть еще свойства. А, нет. У нее есть еще функция Pass. Можно писать Require Resolve Pass. Так. Что такое Main? А, Main ссылается на основной запускаемый файл. Тут все понятно. Он класса модуль. Main. Потом... Extensions. А, это функции, в которых лежат обработчики для всех разных расширений. Точка нод есть, кстати. Это для плагинов. И Cache, в нем лежит ключ. Это полный путь к файлу. И значение, это модуль. Ну, мы можем видеть... Ну, то есть, это экземпляр класса модуль. Вот его же экземпляр, как пример, вот тут у нас есть. Поэтому, вот самое интересное для нас, это Cache, из которого мы для каждого подгруженного модуля можем прочитать вот такую структуру. Он загружен, не загружен. Есть ли у него зависимости children. Есть ли у него parent. Есть ли у него экспорты. Вот все это оттуда можем читать и выколупывать. Ну, тоже полезно. И вот мы делаем сначала require.resolve. Туда передаем путь относительный. Оно нам дает абсолютный путь. Потом мы из кэша по абсолютному пути находим, удаляем. И таким образом можем перезагрузить этот модуль. По-моему, кроме мейна. Мне кажется, что мейн так не удастся. Live Relo от мейна нельзя будет сделать. Потому что ссылка-то на него тут в мейне хранится. Или нам нужно будет тогда подделывать этот мейн еще вручную. Не знаю. Это нужно экспериментировать. Ну, ход Relo от мейна, наверное, это совершенно экстремистская вещь. Это, наверное, даже лучше не делать. Потому что, мало ли, там может еще что-нибудь сломаться. Может быть где-то. Может какие-нибудь там домены сломаются. Или промисы. Кто его знает. Можно какие-то отдельные модули. Отдельные модули, да. С отдельными модулями обстоит дело лучше. Значит, мы удаляем из кэша. Дальше мы опять перереквайруем это все. И меняем в кэше. Делаем set. Туда это дело. А если случается ошибка при реквайре, то мы опять-таки из нашего уже кэша, из нашего кэша удаляем. Так. Значит, теперь у нас есть справочник из модулей, которые загружены через реквайр. То есть их можно вызывать. Их можно брать из этого справочника и вызывать. Дальше что мы делаем? Мы как-то должны проверить. А проверять это мы будем через уже веб-интерфейс. И, значит, приходит к нам запрос. Мы из него парсаем первый элемент пути. И если его нет, то вызываем функцию ls, которая выводит нам список файлов в папке lib. Вот все понятно. Дальше. Если у нас путь какой-то есть, мы его сплитаем на модуль и метод в нем. Ну, то есть мы хотим из этого метода через веб вызвать какую-то функцию. Поэтому мы ее сплитаем и деструктивно вот так вот забираем первую часть в модуль, вторую в метод. Дальше мы из кэша должны прочитать этот метод. Если он там есть, а, если вообще есть методы, то есть мы из кэша читаем по имени модуля, вот, список, чего он экспортирован. Там будет справочник методов. Если мы нашли такое, то мы смотрим. Так, так, так. Если у нас в пути метода не было, то мы опять делаем ls. Но уже ls делаем из другого места. из тех методов, которые лежат у нас в кэше. А если есть метод, то мы его берем в переменную handler, вызываем, и то, что он нам отдал, выводим toString. А, слушайте, мы вообще даже не это делаем. Да, мы его вызываем и выводим toString результат. Ну, давайте это дело запустим и попробуем, как все это дело работает. это пример. Консоль прибьем и будем забирать тут с восьмитысячного порта. О, видите, у нас есть ls. Теперь заходим в модуль под именем 2 и видим там методы. 21, 22, 23. Берем 23. И там он нам отдает число 23. То есть эта функция сработала на сервере, отдала нам 23, мы ее получили сюда. Ну, теперь попробуем поменять в этом либе 23-ю функцию. Вот, 23, 23. Написали туда 23, 23. Сохранил я это дело. Иду теперь в браузер. Вижу, что там уже другой код. Так. Вот строчку. Обновляю. Там его нет. Значит, нужно тут 22 написать. Опс. А там hello выводится. Ну, то есть live reload работает. Все в порядке. Теперь тут есть некоторые тоже опасности с этим live reload, потому что добиться нам получения всяких утечек памяти и утечки замыканий и утечки модулей очень просто. Ну, модули они тоже замыкания. Благодаря тому, что с двух сторон все файлы ограничены функцией, то модуль экспорт это всегда замыкание. А это значит, что все, что мы нагенерировали в контексте вот этого модуля, каждый раз при вызове require происходит еще одно замыкание. То есть модуль один раз подгружен в память, но если мы вызываем какой-то метод, который экспортирован из этого модуля, он нам порождает еще одно замыкание. И каждый раз, когда мы делаем require, порождается замыкание, и каждый раз, когда мы делаем, даже если мы из кэша берем этот require, каждый раз запускается функция, вот эта вот функция наружная, она все равно еще раз нам повторяется. даже без вот такого удаления из кэша и как мы сейчас сделали, мы чистим свой кэш, чистим кэш ноды, даже если мы этого не делаем, то все равно все, что обернуто в эту функцию, каждый раз запускается при вызове require. Значит, если мы зареквайрили и куда-то у себя сохранили ссылку, то есть в какой-то наш еще справочник, в какую-то структуру данных что-то где-то оставили, то у нас огромное количество памяти, которое ушло на класс модуль, на все переменные, которые в нем посоздавались, какие-то структуры данных, массивы, он что-то мог инициализировать, какой-нибудь connection куда-нибудь сделать, какие-то сокеты открыть, тем более все могут течь отсюда, все системные объекты. открытые файлы, то есть там будут это собственно утечки файловых хендлов могут организоваться, могут быть утечки сокетов, утечки таймеров, то есть все, что он там создает, это все если мы будем держать хоть одну ссылку на то, что мы из реквайра получили. Ну, это на самом деле с одной стороны плохо, что за этим нужно следить, но хорошо с точки зрения того, что мы одновременно можем иметь ссылки на два загруженных модуля из одного и того же файла. То есть пока мы не отпустили предыдущую версию, получается, что у нас будет старая версия модуля и новая версия одновременно в памяти. Вот как мы у себя во фреймворке делаем, что если вдруг какой-то пользователь подключился и начал работать с старой версией модуля, сразу же перекидывать его на новую не очень хорошо, потому что там он допустим вызвал транспекцию от старой версии, ему сказало, что там три функции есть, а в новой версии у нас уже две функции, мы удалили, а он берет и вызывает какую-то одну функцию. То есть могут быть неожиданные вещи, поэтому благодаря тому, что ссылки остаются, какие-то старые пользователи мы должны им обеспечить, что они со старыми версиями. Пока пользователь не отключился от нашего сервера, он держит модуль, тот, с которым он работал, начал работать. Мы, конечно, можем принудительно как-то это сделать, чтобы, допустим, если у нас какое-то очень существенное изменение, которое там точно нельзя, чтобы никто вызвал эту функцию, значит, нужно всем пользователям, которые подключились и работают именно с этой версией модуля, разослать какое-то событие, и тогда уже это прикладным образом нужно разруливать, чтобы по этому событию они поняли, что нужно или переподключиться, или перечитать список функций из этого модуля, то есть если у нас есть вызов удаленных процедур, и на клиенте было прочитано оглавление, то есть произошла сетевая интроспекция этого модуля, и он где-то себе на клиенте сделал стаб, стаб это заглушки для каждой функции, которые когда мы их вызываем, их параметры сериализируются, присылаются на сервер, там исполняются функции, результаты сериализируются, отправляются на клиент, чтобы он перестроил эти стабы, заглушки и сериализаторы, которые это делают в случае изменения ходреллода, ну вот короче, по ходреллоду вроде бы все, и сейчас я вам, наверное, поприсылаю ссылки на все это дело, а тем временем, пока я буду присылать ссылки, наверное, Алексей начнет про структуры данных, списки и все это дело, и вот тут можно рисовать, а чуть позже я тебя переключу на код, да, то есть ты пока что какие-то вводные про структуры данных скажешь, я буду отсылать ссылки на все исходники лавреллода в наш чате